Уважаемые зрители, добрый день! Я, Пантин Игорь Николаевич. Представляю вашему вниманию нашего героя, Киясов Нурлан Муратович, который призывает к повышению качества онлайн-обучения. Мне кажется, есть вопрос, прежде чем говорить о форматах, а вообще о содержании творческого образования, об обновлении качества творческого образования и как сделать ее доступным по всей стране. Потому что очень большой вопрос стоит о неравенстве в стране. Если говорить про онлайн-образование, конечно, мы говорим так, что никакое онлайн-обучение не заменит живое общение. Онлайн-обучение и онлайн-встреча заведомо хуже очных встреч. Но для того, чтобы подтянуть хотя бы до такого результата, до уровня результативности, как при очном взаимодействии, мы должны очень много вкладывать в интерактивность, в онлайн-форматы и по-другому вести. Прошедшее коронавирусное обучение, мы никак специалисты, эксперты, не называем это онлайн-обучением. Это не онлайн-обучение. Это какая-то экстренная доставка контента, любимый путями. Если мы говорим про онлайн-обучение, то ни в коем случае нельзя делать цифровую или электронную копию той системы или тех моделей преподавания, которые у нас есть в традиционных форматах или которые мы ругаем. Поэтому есть, на мой взгляд, хорошие вещи в онлайн-обучении. Есть конкретные, я назову базовые три преимущества онлайн-обучения. Это обучение 24,7 из любого места, из любого устройства. Это возможности индивидуализации, индивидуального проектного обучения. И третье преимущество – это возможность так называемого получения эффекта сети, когда вы легко находите по всему миру единомышленников своих. Если все эти преимущества не используются в цифровом пространстве, вряд ли можно говорить о мотивации, о качестве обучения и в целом называть это онлайн-обучением. Еще один немаловажный факт, конечно же, это о самой роли творческого образования. Мне кажется, что у нас не просто идет сокращение каких-то творческих предметов, дисциплин, их просто нет и недостаточно. Сегодня выдающиеся результаты в области инженерного образования, предпринимательства в мире, в других западных университетах достигают как раз-таки университеты или учащиеся, лишь потому что там есть арт или большое внимание к искусству. Среди даже непрофильных университетов наверняка вы слышали, что сегодня номер один университет в области инженерных дисциплин является под Бостоном Олин колледж, готовят бакалавров. Он сильный лишь потому, что там рядом есть предпринимательский номер один университет Бабсон колледж и ведущий университет в Либерал Артс, Уиллисли колледж. У них совместный куррикулум, у них совместные исследования и, собственно, вообще другие достижения. Все хорошо знаем, что именно творческое образование как раз-таки напрямую, прежде всего, влияет, наверное, вот исследования показывают последние, на 17% улучшают познавательские способности. Вместе с этим растут и математические, значит, успеваемость и по тематике, и по обучению иностранных языков. Мы, к сожалению, раньше, наверное, это было в какой-то форме в советское время с кружками, но у нас все это, к сожалению, относится как раз-таки к неформальной области. Основная школа, если говорить про детей, тем более, вот формальное образование в университетах недостаточно внимания уделяет. От этого я в завершении скажу. Мы отстаем, и у нас и базовая, на мой взгляд, большая проблема страны. Почему мы такие умные, но бедные? Сегодня российское школьное образование стремительно отстает. Есть такие сравнительные исследования, ПИЗа, которые проводит ОСР. Мы скатились до уровня 30-го места. Сейчас стоит цель войти в десятку. Я мало верю, что у нас это получится в ближайшие даже 5 лет. Как раз-таки ключевым фактором в методологии, которую ОСР придумал, является креативность, функциональная грамотность. То есть они измеряют, насколько наши молодые дети, учащиеся, могут полученные знания превратить на практике и реализовать на практике, где ключевую роль как раз-таки играет разработка, запуск, исследование идей и креативное творчество и мышление. Для вашего развития в комментариях напишите ответы на три вопроса. Первое. Какие проблемы онлайн-образования выделил спикер? Второе. Какие решения он предлагает? Третье. Как повысить эффективность онлайн-педагогики? Третье. е. Субтитры сделал DimaTorzok